Очистные сооружения в Магадане работают в полном объеме. В цехе фильтрации канализационных отходов установили новый агрегат-центрифугу. Оборудование пришло на замену старого, которое проработало уже более 30 лет. В рамках подготовки к зиме нам еще в прошлом году из средств особоэкономической зоны были выделить деньги на закупку вот этой самой центрифуги, которая обезвоживает остаток очень качественно и эффективно. Если при работе старого оборудования этот остаток составлял где-то порядка 200-250 кубических метров в сутки, это затраты по транспортировке на поля фильтрации и так далее, то сейчас новая центрифуга обеспечивает обезвоживание этого остатка до такой степени, что в день нужно вывозить с очистных сооружений 20-30 кубических метров всего этого кега. Оборудование собирали в нескольких точках земли. Сначала центрифугу начали делать в Индии, затем она пошла на сборку в Данию, оттуда поступила на доработку в Москву и только после этого ее доставили в Магадан. С агрегатом приехал инженер-наладчик, который провел установку и обучил техперсонал, как проводить профилактику центрифуги. Для того, чтобы более стабильно и более работать в более непрерывном режиме, то есть это и лучше и для очистных, и для химии, для всех процессов, будет немного снижен объем рабочий нормальный. А максимальный объем мы протестировали, то есть это все было сделано. Прошлые модели центрифуг отличаются объемом и качеством фильтрации. Раньше каждые сутки приходилось вывозить по 4-5 самосвалов густых отходов. С новым агрегатом число машин сократится вдвое. На данный момент на очистные приходит порядка 30 тысяч кубов в сутки. Сколько пришло, столько у нас и уходит. Вода проходит несколько этапов водоподготовки. Это очищение от грубых примесей. Потом проходит в Аратенке, где происходит окисление органических веществ. Дальше через вторичные отстойники она отстаивается, осветляется через станцию ультрафиолетового обеззараживания и дальше идет на выпуск. Грубые отходы увозят на городскую свалку, а в последующем они послужат как удобрение для озеленения ландшафта. Жидкие отходы после нескольких этапов очистки выходят в виде чистой и обеззараженной воды, которая поступает в речку Магаданку. Нормативы качества отходов сотрудники СЭС, технологи очистных и Роспотребнадзора проверяют каждую неделю.